то ребятки всем привет давно уже не снимал сегодня короче уже почти последние деньки уже олимпиады сегодня девчонки бегут эстафету мы сейчас поедем смотреть керлинг тоже по моему эстафета там женская попали из-за корейцев потому что уже устал сидеть здесь дома один нас поговорить по толком не с кем сейчас мы делегацией выдвигаемся в пекин на машине так я понял и посмотреть на черный ой на керлинг я сказал керлинг шортрек шортрек вот вот наша делегация которая сейчас едет с нами сейчас проходим по олимпийской деревне так вот красиво здесь сейчас видимо поедем вот на вот этих машинках у нас кром клювер новая машина мы поедем на другой лендер какой-то короче типа раф 4 что-то похоже защита алтам нету кстати если на переднем короче ехать два с половиной часа и мне кажется вот идея с вот этими ложками не очень хорошая мне кажется будем только ехать долго а а Странная особенность в Китае ездить по левой стороне. Вот сейчас мы обгоняем какой-то небольшой грузовичок, он едет по левой стороне. Вот так. Сейчас вот только его обгоним и после этого перестроимся тоже на левую сторону. В чем прикол, понятия не могу до сих пор. Дорога свободная, все едут по левой. Реально, не знаю. Кстати, не знаю, почему говорят, что в Китае земли мало и население большое. Мне кажется, земли здесь вообще хватает. Ну, реально, ее много. Кстати, кольцом сейчас будем проезжать на трубе на какой-то. Ну, не знаю. Население, конечно, на Пекине большое, а в остальном Китае это вообще его немного. И, кстати, все постройки кажутся какими-то временными реально. Дороги, конечно, очень круто сделаны. Ну, как мне кажется, мосты просто, смотрите какие. Вообще, просто все такое основательное. И самый прикол, что вот эта дорога, куда вот мы сейчас едем с олимпийской древней, она вообще тупиковая. То есть дальше некуда больше проехать. То есть ее специально делали для того, чтобы провести олимпиаду. Я не знаю, сколько здесь, миллиардов, да, ребята. Ну, это, короче, вообще. И вот все постройки, они, кажется, временными какими-то. Домики вы проезжали здесь? Реально так. Это вот что-то, короче, на них. Это бы не раскрашенное, какое ощущение. И почему здесь столько мало машин, тоже непонятно. Видимо, не пускают. И мы были в Пекине, когда, ну, прилетели. В Пекине вообще народу никого. Как будто всем сказали, все сидите дома. Нельзя никуда выходить, не знаю. Ну что, как я понимаю, мы доехали в Пекине. Не знаю, сколько еще ехать, честно говоря. Но я уже заколебался это делать. Потому что водитель музыку вообще не включил. Я уже и поспал, и посмотрел. Это смотреть нечего было. Сейчас вот, так, более-менее, что-то интересное. Какая-то картинка. Ну, это очень. Короче, приехали мы уже сейчас будем проходить досмотр. Это, короче, другая деревня олимпийская, которая находится прямо в центре города. Конечно, у них что-то поинтереснее. Вот такая здесь красота у нас. Да, здесь, конечно, прикольнее, чем у нас. Зная корейцев, короче, наверное, сначала пойдем на ужин. Ну, как мне кажется. А потом уже пойдем смотреть какие-то соревнования. Вот это вот олимпийские КЦЦ, комнаты тут расположены. Мы сразу идем пожрать. Война войной на расписание. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, мы с первого раза не попали, что с заездом, что потом еще раз один раз заездом. Вот сейчас выходим. Где-то, видимо, приглашение или что-то, я не знаю, билеты. Тикет. Вот так вот. Мы хотели приехать в 7, но сейчас время 19.46. Короче, почти успеваем. Такие билетики у нас. Красивые. Я на турнире 5, я, кстати, ездил в хоккей смотреть. На это и софтрах. Причем мы пока найдем, уже, наверное, соревнования закончится реально. Нас стоит туда отправить. То есть, надо отправить на второй этаж куда-то. И куда-то, наверное, сюда. А, все, закрыто. Не пускают. Все, мы наконец-то нашли. Будем выходить. Ну, короче, как грибочек, ходим туда-сюда, туда-сюда. У меня составляет миллион пятьсот человек. Один думает, что здесь, короче, можно зайти. Другие говорят, что нельзя. В другое место. Короче, наконец-то мы добрались до соревнований. Вот здесь вот смотрим. Русские проехали. Сейчас вот, кстати, будут в Кореции. Как раз мы успели. Поближе бы, конечно, было бы интереснее смотреть. Ну, так реально прикольно смотреть в живую. Кореянка сейчас просто очень круто сделала. А, блядь, этот блок покажется нет. Повтор. Ну, она, короче, всю дорогу ехала, спокойненько ехала. И потом просто за три круга, наверное, до филипы. Просто вышла и всех наказала, такой вот она сейчас входит. Иг Югинс, Республика Корея, Ариана Фонтана, Италия, Данаш Фолтейн, Анна Десмет, из Бельгия. Мы имеем три еще места для финального А-Лейдер-ДЦК. Это в начале не толкались. Да, потом три круга пошло. Вот все, сейчас уходим. О, олимпийский рекорд она усыновила в этой дистанции. Это очень круто. Хотя всю дорогу ехала, вроде так спокойненько-спокойненько, а потом раз просто выстрелила. Круто. Получается она сейчас в полуфинале и еще потом, ну не в финал, получается, будет. Мы сейчас будем сидеть и, наверное, приедем только домой где-то в час тридцать. Мужчины, пять тысяч метров. Я, кстати, такую штуку еще не видел, наверное. Они будут друг друга там пихать. Голова закружится, честно говоря. Сколько раз тут будет смена. Мы сейчас первые пошли. Смена у них прикольная. Разгоняются. 10 кругов до финиша. Корейцы и русские. Мужчины, можно третьему приехать. Корейцы, можно выиграть. Семь кругов. И тянутся, как сын лоу. Давай, 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 давай. Анатолия, анатолия, анатолия. Анатолия, анатолия, анатолия. Анатолия, анатолия. Я не победа модели. Ёландия, аа респондия. deliverance, афары и нору. Нет, ювец кmamели. И все и под Team Year, вперед masks Татарий силённый, виски опять стёрдые. Корея-то вроде там жду воню. Для Кореи это, на самом деле, медаль вообще, прям вообще не знаю чё. Короче, они хотят остаться ещё на кёрлинг. И вот думают, нам ехать домой или нет. Но завтра, в принципе, тренировка. Сейчас уже 21.40 плюс ехать 20,5 часа. Короче, сейчас думаем. Но, скорее всего, наверное, мы домой поедем, потому что тренироваться надо. И готовиться к следующим олимпийским выгодам. Приехали, наконец. Сейчас едем на такой штуке. Электрокап. Первый раз, кстати, на такой штуке едут. Такой себе. Открытые всё, минус 20 у нас. С других деревьев. Ребятки, мы уже в аэропорту Пекина. Уехали, наконец, с этой олимпийской деревни. Уже так просто не в многоту, на самом деле, было. Ну, реально уже задолбало. Это закрытое пространство. И то, что ничего нельзя никогда делать там. Сейчас, я думаю, что, когда приедем в Таре, уже намного полегче будет, на самом деле. Извиняюсь, что, конечно, так мало наснимал. Но толком, честно говоря, показывает, и не было нечего. Потому что, как там сказать-то, все закрыты, и всё закрыто. Поэтому, как бы так, не очень. Сейчас идем на регистрацию, минус рейс через... Через 5 часов только. Короче, здесь схема вообще еще не налажена. И мы уже, наверное, часа полтора грузимся. Просто очень долго всё работают. Еле-еле. Супер много наклеек клеится. Просто непонятно для чего. Понятно, очень интересно. Ну, что они... Редко принимают, видимо. У них правила жесткие. Везде надо, так сказать, бумажки отчитываться. И поэтому, скорее всего, так долго. Ну, ладно, подождем. Тогда уже до вылет осталось. Сейчас. А мы еще... Ну, в принципе, это успеем. Странно, что у нас тут... Странно, что тут у нас... А, нет. Четыре раза проверяли. Надо смотреть. Просто вывернули. Всё. У кого-то, короче, санитайзеры прошли, у кого-то не прошли. У меня, допустим, один был в кармане, не прошел. А второй, в сумочке вот в этой, он прошел. Короче, непонятно, как досматривают. Но у нас батареи не пропустили. Причем от радио, от рации. Ну, просто забрали и всё сказали, что нельзя проезжать. Короче, сейчас спустились. Поедем вот в таком... Видимо, в другой аэропорт на таком вот... Вот такой электричке что-то. Даже не знаю, как это называется. Я вам много, конечно, не показывал в каких-то моментах. Просто не успеваю достать камеру. Но у нас уже просто, я не знаю, 10-15 раз проверили, перепроверили. Всякие QR-коды, паспорта, печати. И, на самом деле, было сложно сюда залететь. Но еще сложнее, походу, вылететь. Потому что у нас просто... Приезжали сначала в один аэропорт, потом мы переехали на этом поездочке в другой. И сейчас вот просто идем. И не видно конца края, докуда нам там что идти. Идем уже оттуда. Тоже непонятно откуда. Короче, уже скорее бы просто вылететь. Это уже нереально. Уже так надоела эта страна. И я вообще не в восторге, честно говоря, от этой страны. Просто... Все, наконец-то мы все прошли. И идем уже самолет уже практически как заходим. Просто это вообще невозможно. Потому что, наверное, с нас корец встречают. И будет корецкая еда. Ура! Ну что, мы прилетели. Сейчас вот будем проходить контроль. Выбили нам такие вот штучки. Наверное, для того, чтобы упознавать тени знакомых. Было, чтобы мы... Как это сказать? Без карантина. Но нам сегодня нам будет ПСРТ сдать. Будем в отеле ночевать. И на следующий день... И на следующий день выезжаем уже в Канчан. Ну что, у нас тут встреча произошла от шорт-трекистов. Смотрите, сколько народов. Просто все любят шорт-трек здесь, реально. Сейчас, кстати, медальку запаковываю. Уже запаковал. У него какие-то крутые ночевки. КСы добрались мы просто. Я уже просто заколебался. Дали нам поесть немножко. Салатик какой-то. Вот такой-то сэндвич. Тут кока-кола. И вот так. Рамяночки. Вот сейчас заварю. И буду шиковать. Ну, хотя он не очень вкусный, на самом деле. В комнате, кстати, вообще холодно. Видимо, от окна очень дует. Завтра... Вернее, сегодня еще будет ПСРТ. Если он будет, как это получается, отрицательный, ну... Не будет, короче, коронавируса, то завтра утром выезжаем дальше уже в Пхенге. И, соответственно, начинаем готовиться тренироваться к чемпионату Кореи, а потом дальше на Кубке мира. Ну, там посмотрим, как я себя чувствовать буду. В общем, ладно. Сейчас, давайте. Спокойной ночи. Ну что, ребятки. Все, мы приехали на место. И все идет такое чудо. Ну что, тут вот этим полоснегом очень... На самом деле, редко это бывает. Вот, а живем, короче, вот в этих апартаментах. Вот, нас сейчас провели собрание. Короче, суперцелью нам поставили, что надо все шесть медальные выиграть в чемпионате Кореи. Потому что, типа, у нас клуб создался только, что мы еще ни разу не двигали. И вот нужно, короче, показать высокий результат, чтобы для клуба было лучше, и чтобы зарплату получить тоже лучше. Ну, это немножко, так сказать, напрягает, потому что у меня состояние, считай, не особо хорошее. И это было, как... Какая, конечно, мотивация, но не знаю, будет она улучшать мое состояние или нет. Сейчас вот иду на завтрак. Позавтракаю. И сегодня уже на тренировочку съездить, посмотреть, какое будет состояние. Состояние. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok